Народ, всех приветствую! Для записи этого видеоролика у меня есть несколько поводов. Один из них, как вы можете видеть, это наступающий Новый год, с которым я вас всех хочу поздравить. Переходим мы из года собаки в год порося. В связи с чем поздравляю вас пока еще с наступающим, но возможно будете смотреть уже в наступившем это видео. Желаю всем, в первую очередь, здоровья, счастья, удачи по жизни и как можно быстрейшего исполнения ваших всех желаний. Еще одним поводом для записи этого видео явился небольшой подарок, который я смог забрать буквально за несколько часов до окончания работы в почте на Директлоте. У Директлота был день рождения и проводился небольшой конкурс, в котором я принял участие. И довелось мне выиграть вот такую огромную штуку. Это держатель для сверла-метчиков. Сейчас я вам его поближе покажу. Я вам просто хочу показать, насколько он огромный в сравнении с моим изображением. Вот, в общем, сейчас его покажу и чуть поподробнее расскажу о конкурсе. Так, вот так вот у нас выглядит наша подставочка. Значит, здесь у нас четыре отдельных секции. Вот эти три секции отвечают у нас за сверла, за их размещение. А вот эта секция идет под установку метчиков. Вот, и сюда вставляются плашки. То есть здесь все расписано. А, ну да, фишкой является то, что все вот эти модули, они все снимаются. То есть их можно вытащить таким вот образом. Вот, и, ну, не нужно всю эту огромную бандуру таскать с собой, если, по мастерской, если вам нужно что-то перенести. А вот взяли модуль необходимый и им пользуйтесь. Так, здесь все расписано таким вот образом. То есть какой, какая плашка лежит в специальной нише, да, здесь место для того, чтобы брать пальцами. Вот так вот. Вот, ну и расписаны. Какая, под какую резьбу, какое необходимо сверло для сверления отверстия, шаг резьбы. Ну и стержень, это диаметр необходимой заготовки для нарезки резьбы. То есть, ну, грубо говоря, диаметр болта. Вот, и здесь есть отверстие под метчик. Вот, такого вида все это дело. Вот, выполнено из фанеры, собрана на болтах, все аккуратно, все очень красиво, так, чем-то замокировано. То есть, покрыто каким-то, ну, не знаю, маслом, не маслом, не знаю, как изготовлено. Вот, ну, в общем, вся подставка, вот она именно, вот так вот, выполнена. Вот, также здесь по сверлам такие вот проставочки. Вот, и сделано очень удобно. То есть, здесь у нас разгардуированы миллиметры, а здесь десятки. Вот, и, соответственно, отверстия у нас идут с увеличением диаметра. Вот, ну, я посмотрел где-то примерно четыре десятки. То есть, если здесь 5,0, здесь 5,4. Сверло вставляется очень плотненько, и в то же время оно не особо болтается. Вот, ну, и вставлять, в смысле, легко, ничего не заедает. Получается, что у нас 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, ну, и так до 9. Вот, то же самое с шестерками. Вот, ну, и, соответственно, здесь у нас от 1 до 4, от 5 до 9, и здесь от 10 до 13 миллиметров. Вот, ну, фактически почти до 14. Вот, такая офигенная, такая, можно сказать, дизайнерская работа. Небольшая предыстория возникновения у меня этого набора. Значит, 12 декабря у Директ Лота был день рождения. Ну, и я, так как являюсь постоянным пользователем этого портала, узнал об этом. Вот, и был конкурс, в котором разыгрывались несколько призов. Вот, ну, я принял участие в этом конкурсе. То есть, там были небольшие условия простенькие, вот, которые я выполнил. Вот, ну, и оказался в числе призеров или победителей, так сказать. Вот, от Директ Лота в подарок мне был прислан вот этот наборчик. Вот, ну, и, как говорится, показан вам на сей момент. Огромное спасибо, хотел бы сказать, Директ Лоту за такой шикарный подарок. Вот, а также огромную благодарность его изготовителю, этого, такого набора. Я на всякий случай вам оставлю ссылочку у него на его страницу с товарами. Там есть у него различные наборы всяких разных видов. Вот, ну, и, в общем, посмотрите, вдруг вам что-то понравится. Вот, ну, что ж, буду переставлять теперь все свои сверла, плашки, метчики сюда. Вот, ну, и найду для вот этой вещицы место. Мне очень нравятся такие вещи всякие, коробочки, упаковочки, баночки. Вот, люблю я это делать. Чуть ранее я делал такие вот держатели для сверл. Сверла покупал на Директ Лоте, тоже, по-моему, одним лотом набором. Вот, все, в принципе, удобно, все так компактно достаточно, хранить удобно. Ну, единственное то, что маркировку я делал, ну, практически маркером там все грозилось, я ее выгравировал, но так и руки не дошли. Ну, и сверла приходится либо каждый раз смотреть на самом сверле диаметр, вот, либо промерять штангенциркулем. Маркировок, фактически, маркировок не видно. Вот, примерно такую же державку я делал для метчиков. Вот такой вот наборчик у меня образовался. Образовался, по сути, ну, частично тоже из Директ Лота, частично какие-то свои метчики. Вот, ну, в общем, делал по факту, то есть какие метчики были под те отверстия и сверлились. Вот, ну, и, наверное, теперь пришло время всему этому богатству переехать в соответствующее содержание, то есть в соответствующую упаковку. Вот, в общем, получилось. Собрать вот такой вот наборчик. Несмотря на то, что казалось, что сверел у меня достаточно много, но здесь большое количество еще не занято. Подставку со сверлами мы освободили полностью. Еще есть кое-какие сверла в севской, но их нужно будет уже по месту добавлять. А вот подставка с метчиками у меня осталась практически полностью заполнена. Здесь только самые ходовые, вот, ну, а непосредственно всякие, со всякими нюансами, тонкостями, с разными шагами останутся вот в этой вот подставочке. Вот, итого, получаем вот такое огромное панно, в котором будут наборы сверл, ну, отчасти метчиков и плашек. Вот, ну, и в чем самое удобство, то, что можно будет все вот эти наборчики отдельно брать и переносить куда-то полностью. Ну, что ж, друзья, на этом все. Всех благодарю за внимание. Еще раз с наступающим Новым Годом. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok